Всем привет, с вами Тед и сегодня у нас обзор на топ 4 карты для повышения вашего скилла в StarCraft 2, Legacy of the Void. И так как не все их даже умеют создавать, я думаю я покажу с самого начала, собственно, как в них даже заходить. Начинается у нас главное меню, нажимаем вот сюда, это будет своя игра на русском, наверное, называться, и вот это, наверное, своя игра. Собственно, нам нужно нажать четвертая вкладка и тут третья вкладка. Вот, здесь у нас есть поисковик, сюда мы что-то вбиваем и он нам находит карты. Вот, поэтому начнем. Сначала начнем давайте с карты, которую сделали сами Blizzard, StarCraft Master. Вот вы видите название на экране, просто начинайте вбивать и найдете эту карту, ее можно, собственно, создать. Эта карта представляет собой сборник различных микрозадач, каких-то таких логических где-то челленджей, где-то чисто физического вашего мастерства. Но с большего здесь, на самом деле, логические ситуации, поэтому я ее рекомендую вот новичкам, просто для ознакомления со StarCraft. Вот, к примеру, у нас первая миссия, начинается два марика, за ними бегает Диллок. Если Диллок будет бегать, он, точнее, если он будет просто их атаковать, он убьет двух мариков. Но если мы будем вот так вот хитрить и убегать одним мариком, в то время как второй у нас будет просто расстреливать Диллота, то, соответственно, мы выиграем этого Диллота и пройдем первую миссию. Вот такая у нас простая задача в начале. И дальше все будет сложнее и сложнее и сложнее. Вот, давайте какой-нибудь 28 уровень спрыгнем. То есть, здесь, например, нам уже надо будет небольшой группировкой отбиваться от лингов и бейлингов. Самое главное, успевать кидать снайпшоты. Ой, контрольной группы нету, вот. То есть, если что, вас берут и убивают, собственно, выглядит все жестко, как будто это невозможно победить. Особенно, если вы новичок. На самом деле, это все проходится достаточно легко. Главное, чтобы бейлинги не наносили вам урона совсем никакого. И чтобы ваши солдатики стояли, ничего не делали. Вот, если вы всех бейлингов убьете, вы выиграете. Если хотите посмотреть прохождение этой карты, пишите название карты. Вообще, любой карты, если вы какой-то хотите посмотреть прохождение, либо какой-то гайд по всем уровням, пишите название этой карты в комментарии. Вот, следующая, Minute Micro Challenges. Эту карту сделал PrintF, такой грандмастер американский. И, в целом, очень прикольная карта. То есть, если прошлое относится скорее к познаванию Старкрафта, как игры, какие там есть возможности, какие-то, вот, я говорю, как головоломки решаются в некоторых уровнях, точнее, даже большинство, то здесь головоломки нету. Здесь есть реальные микроскиллы, которые вам будут нужны вот на самом высоком там уровне игры Старкрафта. Даже без понятия, к примеру, вот щит из пробок. То есть, как, например, сделать так, чтобы Зилот убил всех собак и при этом не потерять пробок. Вот, если сразу делать нормально, тогда вы выиграете, если нет, тогда... Если, короче, здесь умирает хоть пара пробок, тогда все, беда. Вот, тут самое главное, постоянно нажимать на Зилка, потому что если вы прекратите на него нажимать, он этот... уморет. Вот, последних добиваем руками и все. То есть, это реальные, абсолютно реальные моменты из игры. Очень-очень много всяких уровней. Там, блинк снайпинг какой-нибудь, например. То есть, это вещи, которые вам реально могут помочь в игре. Вот это чувствовать рейндж сталкера нужно, получается, чтобы заснайпить медивак. При этом, чтобы у вас не умер ни один сталкер. То есть, мы чувствуем раз, смотрим на КД. Под самый КД. Подходим. Вот, и тут нужно это все сделать супербыстро за очень-очень ограниченное время. То есть, все продумано очень классно. И вот эту карту прям реально рекомендую тоже. Очень помогает вам прокачать навык. Именно микро какого-то, который может пригодиться. Вот. Дальше у нас будет карта Нарглейн микротренер. Здесь она классно подразделяется на разные расы. В принципе, ее пройти невозможно, в отличие от прошлых двух. Кстати, за первую карту вы получаете даже ачивку. Это будет, как она называется, аватарка. То есть, пройдя мастер старкрафт, вы получаете аватарку себе. Вот, здесь же у нас подразделено на протас Терендзерк и различные всякие челленджи. То есть, за протаса, к примеру, это вот будут блингсталкеры. Где нам надо блингсталкерами встречаться с врачами. И выиграть этот бой. Потом, когда мы выиграем этот бой, будет врачей все больше. И больше, и больше. Ну и, собственно, вы просто можете смотреть, до какого уровня вы сможете дойти. Какие-то новые микротрюки, которые вы выучите. Вы можете их применять и доходить до следующих уровней. Ну, пока прогрессируете. Вот. То есть, просто такая достаточно классная вещь. Где вы можете действительно натренироваться базовым. То есть, здесь все достаточно базовые приемы. Где вы пытаетесь все лучше и лучше, лучше, лучше сделать. Действительно, тоже хорошая карта. Вот. И если вы в них наиграетесь, точно вы поднимете свой скилл. Причем, неважно, за какой раз вы играете. Все эти вещи будут полезны. То есть, даже за другие расы по проходить. Вот. И последняя карта. Эта штука, она для новичков крутая. Рекомендую всем новичкам. Ходки тренер. Сейчас он называется Ходз. Вот. Единственный его минус. Это. То, что лучше его запускать, когда у вас StarCraft на английском языке весь. То есть, потому что он тогда более оптимизирован. Но в целом он работает как бы и на русском. Главное, там немножко где-то приспособиться. Для чего эта карта? И, собственно, вообще вот этот видос я рекомендую в своей серии. Там в предложечке она выйдет. Наверное, выйдет какие-то плейлисты, как минимум, из нее. Для новичков. То есть, если вы новичок, вот эта карта очень крутая, чтобы привыкнуть пользоваться клавиатурой, привыкнуть ко всем принципам игры. Супер базовые вещи. То есть, мы выбираем расу внизу. То есть, выбираем, допустим, протасов. Выбираем дальше здесь, что мы делаем. То есть, это будут эти, как их, навыки, всякие способности, типа Blink, Storm. Здесь будут апгрейды, здесь будут юниты, наши все, все боевые единицы. И здесь здание. То есть, вот, к примеру, здание, да. Нажимаем здание. У нас здесь есть правильных ответов, у нас есть неправильных. И время реакции. Написано поставить кибернетку, чтобы... То есть, написано здание вот здесь, какое нам нужно поставить. И мне нужно просто сделать комбинацию клави, чтобы ее поставить. Для меня это B, C и левый клик. Вот. То есть, 14 секунд у меня на это ушло. И, в принципе, вот, пока вы привыкаете использовать клавиатуру, очень классная тренировка, связь мозг-рука, грубо говоря. Тренировать reaction time, чтобы он там был под секунду, под две. Вот. То есть, B, V, B, E. И начинаем делать. Вот. Если вы успеваете сделать, чтобы у вас была минута... Ой, минута, секунда reaction time, то, в принципе, все хорошо. Ну и пытайтесь, грубо говоря, вот тренироваться. Там раз, например, в день по 10 минут, если вы новичок, эта карта точно вам поможет. Собственно, вот это топ-4 моих любимых карты именно для тренировки скилла, для расклика какого-то StarCraft Master, Darklane Micro Trainer, Minute Micro Challenges и Hotkey Trainer. Вот. С вами был Тент. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться, лайкнуть. И, собственно, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok